На повестке дня 11 вопросов. Парламентарии утвердили изменения структуры городской администрации, новые названия улиц в городе, субсехе, нижней гостогайке и программу наказов избирателя депутатам. Основной темой обсуждения стала бюджетная политика и выполнение плановых показателей социально-экономического развития Анапы. Председатель Комитета по финансам и бюджету Нина Баклина считает необходимым ежемесячно осуществлять мониторинг деятельности предприятий. Статистически это хорошо, но лучше к реалиям, которые имеют же сами предприятия. Глава Анапы полностью поддержала инициативу Нины Николаевны. Надо работать не с цифрами, а с руководителями конкретных предприятий, не списывая со счетов даже предприятия банкроты. Витязевская птицефабрика – в пример. Неужели депутатам неинтересно, в каком состоянии сегодня находится? Почему бы нам внешнего управляющего конкурсного? У нас есть право, что ты, дружок, делаешь? Ты что, формируешь конкурсную массу сегодня? Для погашения, да. Расскажи про кредиторов, кто первая очередь, кто пятая, кто четвертая. И нас больше всего, даже если он не будет рассказывать, нас должны интересовать там, где мы кредиторы. То есть бюджет, налоги. Жестче должны быть меры к неплательщикам налогов. Контролирующие органы должны занять принципиальную позицию в этом вопросе. Дорогие друзья, у нас по арендной плате 100 миллионов недовольных. 100 миллионов рублей по аналии. И те же структуры, которые способны тряхнуть сегодня неплательщиков, они на это внимание не обращают. То есть субъективно, выборочно. Налоги – это гарантия выполнения социальных обязательств.